Друзья, большое спасибо, что вы с телеканалом Санкт-Петербург. Началась полезная консультация. Я напомню, что теперь уже вторую неделю мы выходим не в 18.00, как это было раньше, а в 18.25. Но вот сегодня новости задержались, поэтому мы вышли в 18.30. Все равно большое спасибо, что вы с нами. У нас сегодня понедельник, как я уже сказала, и по понедельникам у нас всегда медицинская тема. Этот понедельник исключением не стал. И у нас в гостях заведующий детским отделением офтальмологической клиники, врач-офтальмолог высшей категории Елена Валентиновна Бурейна. Елена Валентиновна, здравствуйте большое, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о заболевании глаз у школьников. Я думаю, не только школьники могут к вам обратиться, но и люди более старшего, скажем, возраста. Да, если у кого-то будут вопросы, пожалуйста. Милости просим, да? Конечно. Друзья, я напомню, телефон прямого эфира 635-85-72. Также у нас работает почта. Польза собак от ОПСПБ.ТВ. Кстати, здесь уже очень много вопросов, которые мы обязательно зачитаем. Тоже будем принимать и оттуда ваши сообщения. Вот для начала, сейчас уже заканчивается вот первая четверть, да, как я понимаю, что для школьников, вот школьная программа, это все-таки большая еще нагрузка для глаз. Да, что с этим делать? Ну, что с этим делать? Мы же не можем уменьшить нагрузку школьную. Ни в коем случае. Ни в коем случае, да, это диктует. Но зрение-то ухудшается. Не только от этого. К сожалению, сейчас много детей в пользовании различного рода гаджетов. Вот они не контролируются практически ничем. Ребенка только есть какое-то свободное время. А вместо того, чтобы пойти погулять на улице, он берет планшет и начинает в него играть. Поэтому первое, что нужно сделать, когда каникулы, да, начались, это первое, нужно родителям постараться как можно больше времени с детьми провести просто на улице. Благо осень у нас неплохая в этом году. Вот больше гулять, больше подвижных игр различных. А вот вообще чем опасно переутомление глаз? Когда ребенок, к примеру, много читает, много смотрит телевизор, в том же компьютере сидит. Ну, опасность возникает в чем? В том, если глаза переутомляются, то возникает так называемый спазм аккомодации, ну, по-другому зрительное утомление. И это является первым пусковым механизмом к развитию близорукости. Поэтому необходимо соблюдать правила зрительного режима. То есть ребенок после школы должен обязательно отдохнуть, должен прийти, поесть, отдохнуть, только потом сядь, немножко поиграть, но не в компьютер, да. Вот, и потом только сесть за уроки. И желательно, чтобы между домашними заданиями, поскольку сейчас тоже задают очень много детей, программа насыщенная. Вот он сделал один урок, перерыв хотя бы на 5 минут, поделал упражнения специальные для глаз, потом следующий урок. И так вот, чтобы не было подряд, чтобы он не сидел подряд 3-4 часа, да, сплошной линии. А мы сегодня скажем, может быть, да, дадим рекомендации нашим родителям, которые смотрят, какие вот простые упражнения, которые доступны каждому, которые ребенок может делать не только дома, но, к примеру, во время, там, не знаю, перерыва в школе. Ну, самое простое упражнение – это подойти к окну, выбрать для себя какую-то точку на стекле или просто ее наклеить, ну, это в домашних условиях, посмотреть как бы перед собой, а потом взгляд устремить вдаль, да. Потом просто можно пожмурить глаза, вот резко-резко зажмуриться, открыть, зажмуриться, открыть, да, вот таким образом. Это своего рода будет массаж сделанный. Вот, обязательно нужно следить за тем, чтобы не затекала у тебя спина, не затекала шея, потому что нарушение кровотока тоже влияет на глаза. Конечно, зрение ухудшается. Вот, поэтому и освещение должно быть достаточное за рабочим столом. И специальное желательно купить, кресло ребенку, ну, энерго-динамическое, чтобы можно было бы спокойно сидеть, чтобы не было вот… То есть много составляющих, да? Много составляющих, конечно, много составляющих. И главное еще хочу добавить, чтобы спали вовремя ложиться спать. Ну, вот об этом мы еще сегодня обязательно вернемся именно к правильному сну. Спасибо за ответ. Телефон прямого эфира 635-85-72. Нам начинают дозвониться первые наши телезрители. Здравствуйте, как вас зовут и в чем ваш вопрос? Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я бы хотела задать вопрос детскому ортальмологу. Да, пожалуйста. Ребенку 10 лет, в этом году один глаз минус 2,5, второй минус 1 уже. То есть у нас было минус 1 и минус 1, вот такой резкий скачок. Мне в поликлинике предлагают лазерную и компьютерную коррекцию. Насколько это вообще действенно? Стоит ли? И вообще, что еще можно предпринять в плане профилактики, чтобы дальше не развивалась близорукость? Оксана, большое спасибо. Ну, то, что предлагают поликлиники, они делают абсолютно правильно, только это не коррекция, а это лечение. То есть лечение чего? Зрительного утомления. Степень ложной близорукости всегда нам усиливает нашу истинную близорукость. Поэтому можно предположить, что у ребенка на фоне миопии есть еще и спазм аккомодации. И вот все компьютерные программы и лазерное лечение, оно направлено как раз на снятие зрительного утомления и тем самым уменьшение степени миопии и как профилактика ее прогрессирования. К сожалению, близорукость будет прогрессировать, хотим мы с вами этого или не хотим, потому что ребенок будет расти, глазное яблоко будет расти. Но наша с вами задача это сделать так, чтобы это не было очень быстро. Для этого вот и существуют различного рода программы лечебные для снятия зрительного утомления. И, конечно, нужно назначать вовремя коррекцию. То есть в данном случае я бы ребенку уже назначила очки. Очки, да, все-таки? Да. 635-85-72, телефон прямого эфира, адрес электронной почты, польза собака, топспб.тв. Здравствуйте, у моего сына обнаружили близорукость и прописали очки, а он их наотрез отказывается носить. Мальчику 11 лет. Что делать в таком случае? Людмила Соловьева. Дедушка, ты понимаешь этого мальчишку? Ну, надо мальчику, во-первых, объяснить, что если он будет носить очки, то качество жизни у него значительно улучшится, потому что он будет хорошо видеть. Вот. Тем более сейчас такой большой выбор различных оправ и различных стекол. И иногда даже, ну, чисто внешне, да, ты взрослее у меня и начинаешь выглядеть. Вот. Ну и потом, если есть категоричный отказ от очков, то можно одеть контактные линзы, как контактные линзы повседневного ношения, так и на сегодняшний день есть ночные линзы. Когда мы одеваем пациенту их на ночь, утром он их снимает и целый день ходит без линзы, и качество зрения при этом достаточно высокое. Вот я, кстати, про такую методику первый раз слышу. А в чем тогда заключается, действует линз ночью? Ну, там специальная линза, специальная линза, да, она жесткая, контактная линза, она специальная, и действует она следующим образом. Происходит уплощение, как бы, роговицы, за счет этого у нас меняется фокусное расстояние, оно уменьшается, да, фокусное расстояние. Изображение начинает падать на сетчатку туда, куда надо, поэтому такой вариант возможен. А спать с такими линзами нормально будет ребенком? Ну, есть, как вам сказать, лично я этим не занимаюсь, просто знаю, что такая методика есть, да. Есть специальные у нас центры, которые занимаются этим, это так называемое ортокератологическое лечение. Вот, там происходит специальный подбор линз, специально по глазу ребенка, да, или взрослого человека. Вот, специальное обучение, то есть это не так быстро, пришел, одел и ушел. То есть это требует большого внимания со стороны родителей, если мы говорим о ребенке. Они требуют специальной обработки эти линзы. То есть я с там есть нюансы. Ну, я бы на месте этого мальчика согласилась бы на очки. Я бы тоже на месте мальчика согласилась бы на очки. Да. Принимаем еще, вернее, не телефонный звонок, а еще прочтем сообщение с почты. Добрый вечер. У нас с мужем у обоих близорукости. У меня довольно высокая, минус 7. У дочери зрение пока хорошее, а в этом году она пошла в первый класс. Вот как влияет наследственность и может ли ей передаться наша близорукость? Спасибо. Спрашивает Наталья. Да, может. В основе любого заболевания лежит наследственный фактор. Если оба родителя близоруки, то риск возникновения близорукости у детей практически равен 100%. Как бы ни печально это ни звучало. Поэтому необходимо ежегодно обязательно показывать ребенка офтальмологу. На сегодняшний день существуют специальные программы для лечения, о которых мы говорили ранее. И как профилактика тоже развитие близорукости у ребенка. Можно их использовать. А вот, к примеру, если ребенок будет... Ну, к примеру, это, конечно, из такой утопии, тем не менее. Практически не смотреть телевизор, ограниченно пользоваться вот этими гаджетами, читать при правильном освещении. Вот можно этого избежать? Или же все равно наследственность возьмет свое? Может взять свое. Это вот... Но если не сейчас, то попозже. Не сейчас, то попозже. Дай бог, чтобы ребенок проскочил эту ситуацию. Ну, в любом случае, мы ответили, мне кажется, исчерпывающе на вопрос Натальи. Друзья, сейчас у нас по курсу будет небольшая реклама. Через три минуты мы вернемся в студию, будем отвечать на наши вопросы, ну и, соответственно, на ваши. Так что не переключайтесь, оставайтесь на телеканале Санкт-Петербург. Полезная консультация снова с вами. У нас сегодня в гостях заведующая детским отделением офтальмологической клиники врач-офтальмолог высшей категории Елена Валентиновна Буренина. Телефон прямого эфира 635-85-72, адрес электронной почты, польза собака, топоспб.тв. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Петрович. Я, правда, уже давно не ребенок, но, тем не менее, я задам вопрос. Пожалуйста. У меня красные белки. Я обратился к врачу, он прописал мне капли, я прокапал в определенных периодах, и, к сожалению, эффект оказался незначительный. Врач посмотрел и сказал, что вам обратиться к неврологу. У меня такой вопрос, почему к неврологу и как могут быть связаны красные белки с неврологией? Спасибо, Елена Валентиновна. Есть какие-то уточняющие вопросы? Да, есть уточняющие вопросы. Сколько лет, во-первых? Мне 72 года. Так, а пользуются очками для чтения? Владимир, вы слышите, да, что спрашивает врач? Нормально видно в очках или есть затруднения? Да. Нормально, да? Все нормально. Связь прямая может быть с неврологией, покраснение глаз может быть связана не только с какой-то глазной патологией, да, но и с затруднением венозного оттока. Это может быть и повышенное внутричерепное давление тоже может также проявляться. И может быть еще эндокринные заболевания, в частности, заболевания щитовидной железы. То есть вот надо обследоваться. То есть, Владимир, вы услышали, да, что все равно обязательно нужно идти к неврологу, как вам, в принципе, сказал ваш лечащий врач? Если вы включили там глазную патологию полностью, глоукома в том числе, то тогда надо обязательно обследоваться у других специалистов. Угу. Не трет ли ребенок глаза? Я только хотела спросить, да. Вот, часто. Не появились ли моргания какие-то? Вот. Как он пишет в тетради? Он может начинать писать очень ровненько и в конечном итоге соскакивать со строчки, да? То есть это все-таки со зрением, да, связано? Да, это может быть связано со зрением. Вот, так скажем, не выявлена ранее дальнозоркость. Осталась у ребенка, он вблизи видит плохо. И когда он только начинает работать, глаз его справляется, чем больше зрительная нагрузка вблизи, тем ребенок начинает хуже видеть, глаза устают, в результате у него начинает как бы картинка размазываться. Вот. Поэтому необходим, если вот такие симптомы есть какие-то, надо пойти к врачу, обязательно посмотреть ребенка. А вот чем может быть чревато в будущем, когда вот ребенок, да, от особой старательности, скажем так, да, допустим, пишет что-то в прописи или в тетради и прямо вот близко-близко прислоняется лицом к столу, скажем так. Это ничем не чревато. Это может быть то, что у ребенка он плохо видит. Поэтому он всеми правдами и неправдами старается увидеть, что он делает. А не от старательности? Не от старательности зависит, нет. Понятно. А что сейчас вообще творится с близорукостью и меньше стало? Или она также по-прежнему лидирует среди школьников? Ну, к сожалению, близорукости меньше не становится, чем, как говорится, человечество расплачивается близорукостью за... Достижение, определенный прогресс. Да, за свои определенные достижения, да. Это близорукий папа, мама, соответственно, риск возникновения близорукости у детей становится выше. Вот. Это опять-таки ненормированная зрительная нагрузка, которая у нас на сегодняшний день имеет место быть. Она ненормирована и в школе, она ненормирована дома. Опять-таки вернемся к этим пресловутым гаджетам. Они не являются основной причиной ухудшения зрения у детей. Они просто являются как бы дополнением к тому, что ребенок не отдыхает от нагрузки. То есть он постоянно все вот это время, которое дневное у нас, да, вот от сна до сна, он что-то делает глазами. Он в школе занимается, потом он в гаджетах сидит, то есть глаз практически никогда не отдыхает. То ли мультики смотрит, то ли в компьютер играет, то ли там. Ну, как мы с вами уже и говорили, да, правильно, чтобы ребенок и высыпался, но не только ребенок, но и взрослый человек. Да, обязательно. И при этом давал отдых своим глазам. Только не через телевизор. Только не через телевизор, да. У нас есть телефонный звонок 635 85 72. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Я только говорила, что близорукость, как правило, если у родителей есть наследственное заболевание, то она проявится у ребенка. Но ребенок у меня уже, в общем-то, большой вырос, но у нас ни у родителей, ни наследственных никаких не было близорукостей. А у него близорукость была уже у маленького. Он очки носил маленькие и сейчас продолжает носить очки. Вот в этом случае что происходит? Ирина, спасибо. Вы знаете, что то, что у папы, у мамы нет близорукости, это не говорит о том, что ее вообще в роду ни у кого не было. То есть это может проявляться не обязательно в поколении, но может и через поколение проявляться, и через два поколения проявляться. То есть какая-то предрасположенность к заболеванию всегда есть. Другой вопрос. Если ребенок родился с врожденной близорукостью уже, ну тут много факторов других. Это может быть плохая беременность, это какие-то интоксикации во время беременности. Это может быть родовая травма какая-то, там часто бывает в шейном отделе позвоночника, когда кровоток страдает и рано начинает развиваться близорукость. То есть глаза не справляются с той предложенной зрительной нагрузкой, которую предлагают пациенту. Одной какой-то причины возникновения близорукости нет. Это комплекс причин. Вот сказать, что только это и различные факторы, которые нас окружают. Может, не проявилась бы эта близорукость. Если родители, вот ребенок родился, ему три года, они ему уже дают гаджет для того, чтобы он лучше развивался, ну так это прямой путь к развитию близорукости. Потому что все дети рождаются дальнозоркими. Так должно быть по норме. Да, у всех должна быть дальнозоркость. Дальнозоркий что? Вблизи видит плохо. Для того, чтобы разглядеть картинку вблизи, он должен стать близоруким на этот момент. Так работает наш глаз. А раз у ребенка дальнозоркость, соответственно, возникает сначала спазм аккомандации, вот это ложная миопизация, ложная близорукость, потом уже и истинная. Поэтому, мало того еще, если рано давать детям без учета, так скажем, их физиологических норм, близко, часто давать нагрузку на близкое расстояние, в конечном итоге даже и косоглазие может развиться. Косоглазие? Да, на близком расстоянии у детей. При наличии того, что они имеют физиологическую норму дальнозоркости. Вот как родителям нужно внимательно смотреть. Мы не случайно же раньше ходили в школу только с 6-7 лет, потому что дальнозоркость, в принципе, уменьшается к 6-7 годам. Разрешается остаться там, ну, небольшая дальнозоркость в пределах плюс 0,5-0,75. Вот это еще как-то считается как вариант нормы. Все, что выше этого, это все уже к 6-7 годам, это требует уже очковой коррекции для близи. Фантастика, если честно. Я вот про это никогда не знала, про дальнозоркость. Нет, но существуют определенные физиологические моменты, и мы перейти через это никак не можем. Мы рождаемся и растем по определенным законам природы. Все. И изменить это мы с вами не в силах. Это есть. Но когда мы начинаем вмешиваться, вот и получаем. А когда мы начинаем вмешиваться, то мы получаем то, что получаем, к сожалению. Мы родились здоровыми, а в итоге приобретаем в определенном возрасте уже целый букет болезней. Естественно. 635-85-72, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте. Вы уже в эфире, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Алла. Дело в том, что мы совершенно случайно повели ребенка в спортивный диспансер, и доктор обнаружила, что ребенок видит на уровне пятой строчки. Но она назначила глазные капли, которые я не имею права их озвучить, название. Мы их капаем. И сказала, что очки не понадобятся, и ограничить гаджеты и прочее. Но ребенок у нас почти не трогает ни телефон, ни компьютер, потому что мы его ограничиваем. Он очень занят спортивной секцией. Скажите, пожалуйста, наши действия, очки нужны или нет? Потому что он почти лежа на столе пишет и читает, он буквально берет книгу и буквально возле носа. Вы знаете, я не могу вам вот так однозначно сейчас ответить на этот вопрос, потому что я не видела ребенка и не знаю, что у него есть на самом деле. Может быть, у него есть вот это зрительное утомление, спазм аккомодации, скорее всего, скрытая, может быть, даже дальнозоркость, которая потребует после того, как вы прокапаете капли, если она проявится, потребует очки какие-то для близи. Если там все-таки идет в сторону близорукости процесс, то при зрении и остроте зрения 0,5 на каждый глаз, двумя глазами я могу предположить, что он выходит где-то в порядке 7 строчек, по 0,7, то пока очки не нужны. Но в любом случае нужно... Но наблюдение офтальмолога раз в полгода обязательно в данном случае, обязательно. Друзья, у нас сейчас по курсу будет опять небольшая реклама. Через 3 минуты мы вернемся в студию, продолжим отвечать на ваши вопросы. Не переключайтесь. Полезная консультация снова с вами. Сегодня говорим о профилактике хорошего зрения, скажем так. У нас сегодня в гостях заведующий детским отделением офтальмологической клиники врач-офтальмолог высшей категории Елена Валентиновна Буренина. Телефон прямого эфира 635-85-72. Адрес электронной почты польза собакотопоспб.тв. Вот есть вопрос с электронной почты. Лечится ли в детстве косоглазие и можно ли обойтись без операции? Спрашивает Наталья. Да, как раз в детстве это косоглазие и лечится. И чем раньше мы начнем лечение косоглазия, тем у нас будет лучший результат. Вопрос о том, какое косоглазие. Разное бывает у нас косоглазие. Бывает косоглазие связанное с рефракционной патологией. То есть это либо близорукость, либо дальнозоркость, которая требует обязательного ношения очков. И благодаря ношению очков можно поставить глаза ровно. То есть глаз выправляется. Да, глаз выправляется. Да, глаз выправляется. И если подключить еще к этому ряд каких-то аппаратов для лечения этого косоглазия, которые на сегодняшний день у нас имеются, это достаточно просто сделать. Если косоглазие связано не с нашей патологией, то есть не с глазной, да, а связано с нарушениями проводимости, да, так называемое паратическое косоглазие, то оно требует сразу оперативного вмешательства. И, как правило, таких деток надо оперировать где-то в районе трех лет, вот если это паратическое косоглазие. Если косоглазие наше, то мы назначаем очки. И если не выправляется оно под действием очков, то где-то к семи годам ребенок перед школой должен быть прооперирован. А если, к примеру, упустить это время, да, но по каким-то причинам, может быть, в надежде, что когда-нибудь оно само пройдет, то... Косоглазие само не пройдет. Вот это четко нужно понимать. Это четко нужно понимать. Косоглазие требует специального лечения под надзором офтальмолога. А вот вы только что сказали про аппаратное лечение. А что оно в себя включает? Ну, в нашей клинике существует целый комплекс аппаратного лечения. Там у нас много различных приборов, которые направлены на улучшение центрального зрения, то есть работа с головным мозгом. Это специальные приборы, связанные по принципу обратной связи, функциональное биоуправление. Это лазер-магнитостимуляторы, которые направлены на улучшение кровотока внутренней мышцы глаза, целярной, которая у нас отвечает за зрение вдали и вблизи. И улучшение кровотока в самой сетчатке. И улучшение центрального зрения, если у нас имеется в виду амблиопичный глаз или ленивый глаз. Это специальные компьютерные программы, которые тоже работают на расслабление мышцы. Это если у нас есть спазмокомодации или зрительные утомления при близорукости. Это специальные компьютерные программы для выработки бинокулярного зрения у детей с косоглазием. Это специальные компьютерные программы для лечения ленивого глаза. А вот ленивый глаз, поясните, что это такое? Ну, или так называемая амблиопия. Это глаз, который видит хуже другого глаза. То есть если мы закрываем, да, вот так? Глаза – это парный орган, да? И по идее у нас и правый, и левый глаз должны видеть одинаково. Но? Но если есть какая-то проблема, то иногда возникает вот такое понятие, как амблиопия. Это когда нет коррекции в очках. То есть вот мы подбираем пациенту очки, соответствующие его рефракции. Ну, чаще всего это бывает при дальнозоркости такая ситуация. А в очках 100% зрения мы не получаем. Вот это и называется ленивый глаз или амблиопия, по-другому. И это требует уже специального лечения. А вот аппаратное лечение по времени, это вот, ну, к примеру, если ребенку его прописывают, да, он приходит там раз, два раза в неделю, да, или как? Нет. Обычно это требует, ну, как минимум, пятидневный курс идет у нас. Это минимальный пятидневный курс, за который мы можем достичь эффекта. Все остальное время мы получаем уже закрепление полученного результата. В общем, желательно, конечно, каждодневное посещение. Ну, или хотя бы там через день. То есть должна быть какая-то система. Если раз в неделю, смысла в этом нет никакого. То есть нужно просто выбрать время, чтобы сделать все. То есть нужно выбрать время очень удачно, как раз каникулярное время для того, чтобы прилечить ребенка. Каникулу, вперед к офтальмологу. Каникулу, вперед к офтальмологу, да. Спасибо за ответ. 635-85-72, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Нина. Нина, очень приятно. Вот, у меня такой вопрос. Значит, ребенку 9 месяцев. И постоянно один глазик, особенно вот на улице, когда на солнце, ветреная погода, он чуть слезится. В помещении, может быть. Офтальмолог, который в поликлинике, говорит, что ничего страшного нет. Ну, как бы беспокоит это. Почему это происходит такое? Ну, это говорит о том, что у ребенка есть сужение слезно-носового канала. Связано это, может быть, не только с нашей патологией, да, там, ну, так называемый, да, креоцистит, да, новорожденный. Ну, и непосредственно с сужением самого вот канала, который находится, как бы это покрасивее сказать-то, в носу, так вот, скажем. Ну, у нас же слеза носа глаз там есть. Да, естественно, а слеза оттекает в нос, хотим мы этого или нет. Если бы этого не было бы, мы бы постоянно ходили бы со слезотечением. Вот, поэтому если на ветру у ребенка происходит закладывание носа, то есть оттекает слизистая носа, тем самым канал сужается, и может быть, вот такая вот картина, да. Надо сходить еще, помимо офтальмолога, надо сходить к лору. Может быть, там седловидная форма носа у ребенка, может быть, есть искривление носовой перегородки, может быть, это чисто вот холодовая реакция такая. Когда ветер дует, действительно. Когда ветер дует, я думаю, что пока торопиться не надо с лечением непосредственно, там, промыванием и зондированием. Но если это в ближайшие там месяцы не пройдет, то, наверное, все-таки промыть надо слезные пути к втальмологу, скажите. Лена Валентиновна, вот мы сегодня с вами поговорили про близорукость, даже про косоглазие, про дальнозоркость, да. А вот что делать со стигматизмом? Как он? Он вообще лечится или с этим придется жить, как говорится, всю жизнь? Астигматизмом придется жить всю жизнь, и даже до 18 лет, если астигматизм не превышает там определенных параметров, то можно сделать лазерную коррекцию. И убрать, да. Вот, и убрать этот астигматизм. А так астигматизм требует обязательно вношения либо очков, либо контактных лиц. А почему? Чем это чревато, если, допустим, он небольшой? Нет, если небольшой астигматизм физиологически, он у нас есть у всех, в пределах 0,5-0,75 диаптрей. Вот, он как бы не требует специальной коррекции. Но если астигматизм превышает эти цифры, то необходимо ношение очков, потому что что такое астигматизм? Это неправильное преломление, да. И в результате всегда мы видим какой-то дополнительный контур к изображению. Если крупный предмет, мы этого не замечаем, но если это касается текста, или на планшете что-то мы смотрим, то, естественно, наш глаз стремится убрать это двойное изображение, тем самым происходит перенапряжение. Опять-таки, возникает спазм и возникает прогрессирование, либо близорукости там, если это близорукость. То есть, если так это оставить на самотёк, то потом... На самотёк нет. Нет, и потом же это очень часто мучается. Головные боли бывают при этом, когда нет коррекции, астигматизма в том виде, как оно должно быть. Вот, это и ухудшается зрение. И астигматизм, чем раньше его выявили, тем быстрее должен быть откоррегирован. Потому что в более взрослом состоянии наш мозг не в состоянии взять потом эти очки. Да, да, да. Некомфортно возникает некомфортность. Ему возникает такая ситуация. Окулист предлагает пациенту очки, а он говорит, а я не могу мне ходить. Да, я вижу в них вроде как бы хорошо и чётко, но при этом у меня очень болит голова, потому что я не могу. Это астигматизм всему. Это вот может так вести себя. Астигматизм, некоррегированный в детском возрасте. Вот сколько тонкостей. Вот с вами сегодня поговорили прямо вот, что не вопрос, то всё Америка. Ответ, я имею в виду. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, это мне? Да, вы уже в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Римма. Очень приятно. Вы знаете, вот какая у меня проблема. Вот в течение трёх недель, вот недели две назад у меня начался зуд кожи глаз, вот веки. Ну, такое ощущение, что кто-то покусал, но никто не кусал, это точно. Одинаково, что левый, что правый. Вот чесалось под бровью вот одной, потом второй, веки, под веками. И левый, и правый, причём идентично, что слева, что справа. Зуд, такой сильный зуд, наутро глаз заплыл, один, второй, так ещё ничего, потом начала шелушиться кожа. Сходила к врачу, дали анализы, сдала эзнофилы нормальные и дали направление к аллергологу. Но аллергии у меня нет вообще ни на что. Ни на еду, ни на бельё, ни на растения, абсолютно. Никто и меня не кусал, это точно. Вот не знаю, вот было, прошло, в течение где-то недели я мучилась. Ну, пила на ночь диазолин, пила, чтобы хотя бы поспать. Ну, противоаллергические, понятно. Вот, и сейчас повторилось вновь, вот уже два дня, то же самое. Ну, здесь, скорее всего, идёт какой-то контактный дерматит, вот. Надо посмотреть, может быть, это была применена какая-то косметика, может быть, какой-то крем для лица новый вы купили. Может быть, это всё-таки помыли какими-то дезрастворами, там, в свою квартиру. Вот, может быть, имеет смысл поменять подушку. В принципе, что можно посоветовать? Цинковая мазь, однопроцентная цинковая мазь, и можно аккуратненько смазывать и вики. Тонким-тонким. Тонким-тонким слоем, не вмазывая туда, а как аппликация. Вот, можно ещё попробовать, если цинковую мазь бывает недостать иногда, есть 5-процентная кожная, но надо смотреть, чтобы только она в глаза не попала тогда. Можно ещё попробовать гидрокортизоновую мазь, но не увлекаясь. Не более пяти дней можно использовать гидрокортизоновую мазь. Тоже один-два раза в день, не чаще. Римма, большое вам спасибо, да, за то, что позвонили. Но вот как вы сказали, что у вас никогда ни на что не была аллергия, к сожалению, аллергия случается практически с каждым человеком. Иногда невозможно определить аллерген. Можно просто понервничать и получить такую аллергическую реакцию. И это возможно, да. Ну, будем надеяться, что вы всё-таки найдёте свой аллерген, или просто вам поставят уже точный диагноз. Есть звонок, связанный с ребёнком. Сейчас послушаем и уйдём на рекламу. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Марина зовут. Мариночка, можно только, здравствуйте, погромче говорить? Меня Марина зовут. Слышу. У нас маленький ребёнок, внук, но ему ещё нет двух лет. И он где-то с полутора лет у нас очень любит смотреть книжки, рассматривает картинки. И даже, где очень мелкие картинки, я вот сама не вижу эти картинки, а он сидит часами, разглядывает и показывает, что это. Вы говорили, что детям вредно гаджеты смотреть, а вот в таком возрасте книжечки, как... Нет, книжечки смотреть надо, потом, когда вырастет, надо их читать, вот, потому что сейчас это тоже большая проблема. Но книжечки надо всё-таки давать ребёнку там, где картинки все крупные. Не мелкие. Не мелкие, да. Вот если они соответствуют его возрасту, обычно на книжках сейчас везде пишут, с какого возраста там... Три плюс, четыре плюс. Три плюс, четыре плюс, два плюс. Вот, пожалуйста, любые ты книжки, но с крупными картинками. Пускай смотрят. Я думаю, Марин, мы исчерпывающе ответили на ваш вопрос. Друзья, сейчас у нас по курсу ещё одна реклама, а далее мы вернёмся в студию. Не переключайтесь. Полезная консультация продолжается, правда, начинается её заключительная часть. Ещё раз напомню, друзья, что сегодня у нас в гостях заведующий детским отделением офтальмологической клиники врач-офтальмолог, врач высшей категории Елена Валентиновна Буренина. Телефон прямого эфира 635-85-72. И мы говорим вам, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, здравствуйте. Меня зовут Елена Николаевна. У меня такой вопрос к доктору. У нас мальчик, ему сейчас 9 лет. Было обнаружено расходящееся косоглазие. Отсутствовала бинокулярность зрения. Он когда родился, к сожалению, мама умерла. И вот эти проблемы, патология была серьёзная, они так и тянулись. Мы очень много занимались на коррекционных аппаратах. Потом все компьютерные программы по типу клипок. Но, к сожалению, у нас есть такая проблема по поводу спорта. Каким спортом вы бы порекомендовали заниматься ребёнку? Потому что не можем понять, силовые вот какие-то варианты, они, видимо, отпадают. Может быть, подскажете, что можно? Значит, я не совсем поняла. Соглазие-то осталось, и бинокулярного зрения как не было, так и нет? Оно пограничное. В смысле, что пограничное? Бинокулярное зрение пограничное? Вот пограничное, да, появляется монокулярное, бинокулярное. То есть мы проверяем, и вот такого плана пограничное. Нам была рекомендована операция, но, к сожалению, видите, папа отказался. Нет, ну здесь однозначно ребёнка нужно оперировать, потому что в противном случае бинокулярности у него просто никогда не будет, потому что глаза не занимают ровное положение. И бинокулярность развивается до 12 лет. А если у ребёнка нет бинокулярного зрения, то заниматься каким-либо видом спорта просто невозможно, потому что он не может оценить ни расстояние до предмета, ни его объём, нет ни пространственного, нет ни стереоскопического, никакого другого зрения нет. Поэтому можно плавать не единственное что, и то не прыгая с вышки, а чисто плавать, и всё, не больше, пока на ум ничего не приходит. Контактные виды спорта, это может повредить очень сильно голову и шею, а проблема там, скорее всего, находится в шейном отделе позвоночника, отсюда и есть расходящееся косоглазие. Либо лечение у хорошего мануального терапевта, для того, чтобы всё-таки глаза-то встали на место. Спасибо вам большое за вопрос, Елена Николаевна, так что, я думаю, вы получили ответ. Тоже есть вопрос с электронной почты. Польза собакой, то поспб.тв. В конце лета перед школой проверили окулисты зрения, была единица, а сейчас дочка 9 лет жалуется, не видит, что пишет учитель на доске. Разве может зрение упасть за 2 месяца так сильно? Да, может, потому что ребёнок испытывает очень сильную зрительную нагрузку, то, что не было с ним раньше, он летом отдыхал. И поэтому, что необходимо? Необходимо пойти к офтальмологу, для того, чтобы он назначил адекватное лечение. Если это спазм аккомодации, то его нужно лечить и вылечить. Ну, а само оно как-то тоже? Нет, оно само не пройдёт. Само не пройдёт, потому что мы не можем убрать предмет, от чего у нас это возникает. А бывает так, что, может быть, это не от нагрузки? Смотрите, сейчас световой день уменьшается. Количество овощей и фруктов с полезными веществами тоже стремится к нулю. От этого зрения может падать или нет? Я вас умоляю, мы за лето с вами съели такое количество фруктов, а витаминоза у наших детей нет, это абсолютно точно. То, что уменьшается световой день, конечно, да, это влияет. И, как говорится, все звери впадают в спячку, в отличие от человека. Только он продолжает трудиться. Конечно, это немножко негативно сказывается на его общее состояние, то есть возникает состояние депрессии. А депрессия, она может тоже приводить... Любая стрессовая ситуация может приводить к ухудшению зрения. Любая стрессовая ситуация, будь то это связано со школой или в семье какие-то неполадки, или ещё что-то, ребёнок может ответить на это именно вот так. Но стресс вообще причина всех болезней. Стресс вообще причина всех болезней, это так. А вот ещё такой вопрос, Елена Лидина. Не называя, естественно, марки. Иногда некоторые родители сами прописывают своему ребёнку без рекомендации врача витамины для глаз. Вот насколько это оправданно? Можно ли так поступать? Нет, так делать ни в коем случае нельзя, потому что все витамины содержат совершенно, казалось бы, одинаковый комплекс, да, но в чём-то они разнятся. Потом есть ограничения по возрасту. Потом их нельзя ни в коем случае смешивать с другими витаминными комплексами. То есть если вы что-то уж купили ребёнку витамины, там, где написано для глаз, так пусть он только их и принимает. Не надо при этом ещё принимать там от неврологии или ещё это. Да, 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 потому что будет передозировка по микроэлементам и по тем же витаминам, а передозировка витаминов и микроэлементов ещё более негативно сказывается на нашем организме, ежели их недостача. А вот пресловутое козье молоко, казалось бы, которое никому не повредит, но вот в детстве, мне кажется, вот кому только не прописывали его. Как? Действительно, козье молоко для зрения. Я первый раз об этом слышу. Нет, но черника вещь хорошая, конечно, но всё нужно есть в разумных пределах. Да, всё в меру. А насчёт козьего молока, ну, козье молоко вещь неплохая, потому что оно не содержит лактозы, у которых вот бывает иногда... Аллергия. Аллергия, да. И у детей, у которых есть непереносимость коровьего молока, естественно, козье полезно, потому что оно также содержит и кальций, и весь комплекс витаминов, и оно достаточно жирное, то есть там содержится достаточно витаминов D, поскольку есть жир в козье молоке. Но козье молоко нельзя пить некипячёным, непастеризованным, вот это надо знать, потому что козы являются распространителями энцефалита. Поэтому некипячёное козье молоко может привести к заболеванию энцефалитом. Из-под козочки, да, то есть нельзя. Ещё один вопрос на почту. Илона спрашивает. Сыну 5 лет поставили диагноз «ленивый глаз» и сказали, что без специального лечения глаз может полностью ослепнуть. Правда ли это? И что нам делать? Ну, полностью глаз ослепнуть не может, потому что ленивый глаз – это, в общем-то, функциональное состояние, как мы об этом уже говорили, так называемая амблиопия. Оно требует специального лечения, да, назначения очков обязательно, если это связано с нарушениями рефракции, да, если диагноз поставлен правильно и нет там никакой другой патологии в сетчатке или ещё что-то, что очень часто бывает принимают зеленивый глаз, а на самом деле там есть органическое поражение, да, более глубоких свет глаза, вот, то это обязательно нужно одеть очки и ходить на специальные тренировки, на аппаратное лечение. То есть все рекомендации врача по поводу ношения очков нужно всё-таки соблюдать? Обязательно. Я говорю, как человек, который никогда этого не делает, к сожалению. Обязательно, понимаете, вот иногда бывает, ну, интересно очень слушать, мама говорит, у меня тоже близорукость, я ничего не вижу, но я езжу за рулём без очков. Вот вопрос спрашивается, почему ты так делаешь? Мало того, что ты отвечаешь за свою жизнь, ты ещё отвечаешь за жизнь ребёнка. И в данном случае маму можно привлечь вообще-то к уголовной ответственности за такие вещи. Поэтому, нет, надо к себе относиться бережно. Очки – это не приговор, это не конец жизни. Понимаете, это наоборот, совершенно другое качество жизни. Когда человек видит хорошо, он по-другому воспринимает мир. У нас остаётся буквально вот минута, вот успеем ещё на один вопрос ответить. Юлия спрашивает. Мне 41 год, плохо вижу правым глазом, поставили диагноз деструкция стекловидного тела, лечения нет. Как поддержать зрение? Вот непонятно, почему нет лечения. Ну, при деструкции стекловидного тела зрение не должно падать. Там, скорее всего, может быть, кровоизлияние было какое-то, стекловидное тело, и там есть более серьёзные изменения. Поэтому, ну, необходимо сходить ещё куда-то, проконсультироваться для того, чтобы уточнить диагноз. Я думаю, мы сегодня исчерпывающие с вами ответили на все вопросы, которые к нам поступили. Мы вас ждём к нам снова в программу, так что подготовимся ещё раз. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня у нас в гостях была заведующая детским отделением офтальмологической клиники, врач-офтальмолог высшей категории, Елена Валентиновна Буренина. Друзья, большое спасибо, что вы были с нами. Завтра в полезной консультации, которая выйдет в 18 часов 20 минут, встречается нотариуса Марии Тереховой. Будем отвечать на все вопросы, связанные с завещаниями, дарственными и многим-многим другим. Так что оставайтесь в компании телеканала «Станкт-Петербург». С вами была Ксения Бобрикова. Всего доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова